Здравствуйте, мои дорогие друзья! За окнами красавица осень, которая приносит нам много-много радости. Сейчас в наших садах созревают фрукты и овощи, поражает красота цветущих растений. Волшебница осень одевает наши деревья и кустарники в изумительные наряды, от желтых и оранжевых до багряно-красных. И в эту чудесную пору я просто не могла не приехать в сад в гости к Наталье Ивановне Ивановой, ставшую моим другом. Давайте поздравим наших друзей, дорогих, с началом осени. Да, да, конечно, с красивым временем. И тем более, что все-таки осень в этом году такая, она дает возможность лету немножечко продолжиться. Это очень приятно. Поэтому мы ему особенно благодарны. Наташа, вот у вас здесь георгины, они как будто бы группой сидят. Это вот называется букетная посадка. Вы все рядом опять сажали, да? У меня была задумка, поскольку они цветут всегда во второй половине лета, георгины, поэтому зацветают и отцветают уже осенью. А цветут они до октября месяца, пока первые заморозки не начинаются. И у меня такая задумка была, как будто салют, прощание с летом. И, значит, приходит осень, и такой салют разноцветит. У меня было, значит, три клубни, и тут три сорта. Вот эти сорта эвелинчик, называется эвелин. Они очень долго стоят в срезке. Вот люди, которые занимаются, ну, может быть, продажей цветов или делают букеты для себя. Вот есть смысл покупать вот эти цветы. Анкрос есть сорт и эвелин. Это белые вот эти? Белые, и центр у них сиреневый. А вот это вот розовые, вот это вот считается, они когда шаровидные. А вот эти игольчатые. А это игольчатые. И сорт называется принцесса. И я хочу, знаете, сделать добавочку. Может быть, кто-то не знает, но есть такой нюансик. Поскольку я занималась в оранжере георгинами, вот иногда георгины цветут, видите, они махровые. Ни центра у них, ни серединочки не видно. И вдруг вот образовывается вот такая немахровость, центр желтый. О, правда? Да. Это нехватка бора. Вот стоит пол чайных ложки на 10 литров воды, поскольку это микроэлемент, бор, значит, хватит пол чайной ложечки на 10 литров воды. Пролить потом через недельку или через 10 дней еще. И я вас уверяю, все вот эти серединки, ну, этот уже цветок не восстановится. Ну, понятно, но следующий, который будет распускаться, уже будут только махровые. Вот это все пропадет, вот этот центр. Ну, как, у вас все равно типа салюта получилась, потому что вот у вас желтый, розовый, белый, до чего красивая. Я хотела добавить еще, знаете, Мария, вот эти георгины шаровидные посадила из семян. И надеялась, вот я купила семена фирмы Поиск. Вот видите, какой конверт, пакет. Тут и оранжевые, и розовые, и пестренькие. И я так вот представляла. Действительно салют был. Да, и мое представление нарушила фирма Поиск, потому что там оказались в основном желтые цветы, не шаровидные. И даже вот такая простая форма язычковая, ну, это как сорняк, отброс. Заявлено было махровые, шаровидные. А это что, шаровидные? Это скорее только вот этот, да, подходит к нему? Вот этот, вот там около крыльца есть бордовенький один. И белый, наверное, да, вот этот? Ну, белый, да, да, да. Но в основном они меня подвели, потому что мои надежды не оправдались. Вот этот вот один тоже какой-то вот свекольного, типа сиреневый. А это вот опять вот обыкновенная, не махровая, язычковая форма. Вот тебе и заявитель. Да, ну на самом деле я не раз слышала, что всё-таки Поиск люди не всегда бывают довольны. Дело в том, что семян было много. Я купила два пакетика. Ну, выселила только один, потому что семян было много очень. И думаю, мне хватит. И вот этот пакет ещё даже не вскрытый у меня остался один. Вот тут написано, Ферма Поиск срок до 18-го года. То есть семена нормальные, свежие. Ну вот получились вот такие вот некрасивые цветы. Понятно. И мне они не нравятся. То есть бывает ещё и такое. Да, да, да. А скажите, георгины, это же у вас многолетние, да? Георгины, ну вот мне хранить негде. Раньше у меня было очень много сортов. Я с ними возилась, мучилась. Какие сохранялись, какие нет. Я их сейчас отдаю. Соседи, которые здесь постоянно живут. Подвалы. Подвалы, да. Они их хранят. Во-первых, при хранении нужна температура постоянная. Где-то шесть. А балкон у вас есть? Говорят, можно на утеплённом балконе всё-таки. Нет, ну у меня есть лоджия, но не утеплённая. Понятно. Лоджия. И не сохранится. И кухонка маленькая. Я их в балкон и двери ставила. Понятно. Но они плохо сохраняются. Но сохранить можно. Поэтому я покупаю всегда. И, значит, начиная с марта месяца, с конца марта, я их вытаскиваю. На некоторых даже ещё почек нет. И высаживаю на такую подушечку. А подушка состоит нижний слой из торфа, а верхний песок. Причём песок промытый. А это где? В ящике, да? Ну, вверх какой-то контейнер. Контейнер. Коробочка небольшая. Ну, это бывает, знаете, из каких-то мясных продуктов. Понятно. То есть небольшие. Они такие невысокие. И их просто ставлю на эту подушку, не засыпая. Как только почечки появятся, я уже вижу, что клубень проснулся. Я его начинаю, это вот уже где-то апрель месяц, немножечко присыпать клубенечки. Не засыпая корневой шейки. Потому что корневую шейку нельзя засыпать. Иначе, может быть, загниёт клубень просто. И если больше трёх-вух почек, клубень надо разделить. Причём, если у него вот эти его запасающие клубни длинные, их обязательно надо укоротить. Это очень хорошо даже ножом обрезать. Потом это всё продезинфировать или зелёнкой, или марганцовкой. И присыпать древесным углем. Это способствует нарастанию новых клубней. Вот георген. Это даже хороший такой приём, обновить старый клубень. И потом я хочу сказать, если больше почек, мы делим ножом, острым ножом, ну, счастью, корневой шейки. И можно клубень разделить на две части, на три. Ну, магазинные обычно клубни, они очень маленькие. Там, вот этот, кстати, Эвелин я разделила на два. Вот получился там и там из одного, из одной, ну, как бы сказать, из одного клубни получились две делёночки. И получилось два у меня это самое растения. Так что вот. А всего тут вот у меня три клубни покупных. Вот эта принцесса и Эвелин. Так, спасибо большое. Поскольку у меня есть холодные теплицы, конечно, дома у меня условий нет их держать. Заморские у нас бывают до 7 июня. Поэтому сразу их нельзя в грунт пророщенный сажать, клубни. Я их привожу в теплицу. Если холодно, я их закрываю тросилом. И они хорошо стоят там. И получается, они долго стоят. Они до первых чисел июня. И когда наступает момент, это в июне, в первых числах июня высаживать, я делаю лунку. Значит, лунку кладу перепревший перегной. Потом суперфосфат, горсть. Горсть или столовую ложку суперфосфата. И всё это мульчирую землёй. Ну, когда ямку выкапываешь, остаётся земля. Всё это мульчируется землёй. И я хорошо проливаю полностью лунку, наливаю водой. И когда у меня вода вся прольётся вниз, и лунка станет пустая, я тогда засыпаю ещё золу. Опять перемешиваю горсть золы. Беру горсть золы. Перемешиваю землёй. И уже ставлю клубень на эту горочку, которая у меня в луночке образовалась. Клубни заделываю. Ну, где-то сантиметров на пять, наверное. А потом они уже пророщены, у них наземная часть есть. А ещё такое суждение есть. Чем глубже корень сажаешь, клубень, если он не пророщенный, тем лучше клубни образовываются. Они более такие... Глубже. Глубные, да, клубни. Становятся крупные и более устойчивые. Иногда бывает... Ещё вот второй момент есть такой. Растение начинает отрастать, начинаешь его подкармливать аммиачной селитрой. Это как раз вот азот. Георгины любят на первой стадии роста азот. У них листья такие становятся крупные, зелёные. И когда появляется первый бутон, растение ещё низкое. Его обязательно надо удалить, иначе растение так и будет приземистое, низкое. Не будет расти вверх. А сорта бывают высокие. Сорта бывают от метра до метр восемьдесят. А вот, кстати, извините, я вас перебью. Вот этот сорт, который вы посадили, белый, они действительно высокий сорт? Так и было заявлено, да? Потому что они выше вас намного. Они в вазоне посажены. Да? Да. А какой у них тогда рост? У них рост метр сорок, метр пятьдесят. Метр пятьдесят. То есть вы эти георгины тоже посадили в вазоны? Это бывший старый аквариум из пластика. Он большой, круглый аквариум. Он был худой, его списали. Мы его приспособили. Вот его видно. Он был 70 сантиметров, а здесь его осталось 20 на высоте. Потому что тут яма была, и мы засыпали... Во всяком случае, по высоте вас не обманули. Они такие... Нет, я этот сорт много лет знаю. Я его выращивала. И из этого сорта можно и на свадьбу букет сделать красивый, юбиляру. Он очень красивый. Да, он правда. Если его еще обманулить красиво, разжировочной зеленью, это будет очень красиво смотреться. А давайте еще посмотрим. У вас осенние краски нам дают, помимо летников, еще и седумы, да? Вот у вас. Седумы разные причем. Смотрите, вот это матрона седума, у него бордовые листья свекольного цвета, если оно на ярком солнце выращено. Вот этот седум с зелеными салатовыми листьями... Ну, это такой, да, часто с чем? Нет, а цветы у него вот такие не совсем. А они бордовые потом будут? Нет, бордовые это в другом месте. А у этого такие белые какие-то цветы. Да. А бордовые вот там еще седумы с другими листьями. Ну, давайте посмотрим. Седум император? Ну, вот что-то императорское в нем есть, конечно. До свидания, дорогие друзья! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»